Какой-нибудь церемонии, какой-то проходи, по крайней мере, у немецкие друзья и брат Томаш, и его коллеги, и сестра молодая, и, по-моему, ее дедушка, который где-то был в этих краях, они нам поделят все. Ну и я, как представитель церкви и представитель не Божьего народа, а так и многие мы, в прошлом язычники, но, слава Богу, по благодати Божьей, мы избраны также в его удел спасения Царства Божьего, и я желаю также с вами поделиться Словом Божьим. Вот этот ход, который мы с вами делали, начиная с улицы Чернихова, где начиналась еврейская звезда. Здесь, где все жители были привезли к Чернихову, на автомобиле, они были привезли к этому месту. Здесь есть была в районе общей стояния и люди, которые не могли бы ни следить в том, что они не могли бы вымерить, кто-то убил, они были в этой месте. Они были не служены, потому что они не могли бы не ходить, по которой они не могли бы чтобы не могли находить. Потому что никто не veux убить, где они были в этом месте. Итак, в July и августе 1941, мы имеем 6 кровей здесь. Первая команда была 150 метров от нас. Есть 2 большие крови. Сейчас 780. 780. 780. 780. 780. 780. 100 Jews. И потому что, в смысле, морали или какой-то такой... уже скромный эфи, в СССР не писало, что было расстрелянно евреи. И потому что, в СССР, они не были виноваты, что это просто жевы, они сказали, что русские солдаты были здесь. Но, в самом деле, это жевы, которые мы видим и видим сейчас. Это если вы видите, это русские солдаты. И мы видим, что русские солдаты были виноваты. Это жевы, которые виноваты и крепят их. Это не лежать. В них была не была有ная Syнскаяindo. И они не могут видеть в основном евреи, где никого не была. И они видят где-то русские солдаты. Что они не могут видеть! Это была официальная позиция коммунистской партии в УССР, не оценка. Он был построен для могилы. Здесь, на одной из могил, мы, по воле и воле, в поле. Израиль финансировали дороги и обеспечивали грехи. Но сейчас мы стоим, не понимая о прошлом, не понимая о истории, потому что все было искренне. Но мы, по крайней мере, обеспечиваемся. Потому что сейчас мы знаем, что произошло здесь. Если братья из Ведки, как это сказал, действительно, нам уделено вот это время. Мы были given this time to live, не ни other time to live. So, as long as we know the story, we are responsible for that. Если я живу в настоящий время, я ответственен за это. И, если я живу сегодня, то, что Бог говорит, что родители, которые делают это, и дети, которые делают это. Это что Бибель говорит. Если вы живу в настоящей жизни, то, как женщина в мире мы удастся. Так что мы побегаем, что не успешно. Вы думаете, что родители сегодня вырастают? Да, я здесь в самом деле наблюдаю. Я здесь в самом деле в своем семье, в моей семье, в моем родственном. Я и семье, в моем родственном. Мои дети, мои дети и мои родственные. И мои родственники здесь. Потому что мы хотим наших родственников быть хорошо. Смотрите, как важен это, как важен это, чтобы они могли видеть и слушать. Я очень люблю, как говорится, что я говорила в Германии. Я очень люблю, как говорится, что я говорила в Европе. В Европе началось в Украине, от нас. Единственное ответ, удовлетворяющая любовь, это покаяние. Да, когда происходит покаяние, тогда приходит свободу. И все должны знать, что у нас есть новая еда, когда приходит свободу. Под лежачий камень, вода приходит. И этот камень греха...